Главная тема, которую обсуждают сейчас практически весь город, как пойдут дела после Веркиенко. Будет ли народ выбирать нового главу или же этой ролью управленца наделит специальная комиссия и депутаты. Именно эти вопросы были вынесены на повестку дня на внеочередном заседании Думы Владивостока. Вопрос первый, как вы наверняка помните, касается досрочной отставки главы города Виталия Веркиенко. Сегодня мы голосуем по этому вопросу. Вопрос второй нашей повестки сопряжен напрямую с первым и касается он начала процедуры формирования конкурсной комиссии по замещению должности главы города Владивостока. И третий вопрос нашей сегодняшней повестки касается формирования состава Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, где по квоте краевого избиркома эту позицию занимает делегированный имя кандидат. Первый вопрос, касающийся досрочного прекращения полномочий главы города Виталия Веркиенко, решился однозначно и положительно. Однако еще до обсуждения следующей темы представители партии КПРФ решили внести свои правки в ход заседания. Коммунист Евгений Ляшенко заявил, что вопрос о комиссии не следует даже начинать рассматривать. По его мнению, единственное верное решение – вернуть народу прямые выборы. Есть предложение депутатам, которые нас поддерживают, и депутатам коммунистам, покинуть заседание Думы по данному вопросу и не принимать решение. Спасибо. Евгений Иванович, ну-ка, братья наружу. В итоге 9 депутатов без какой-либо полемики ушли с заседания. Оставшихся не хватало для кворума, поэтому тут же заседание и закончилось. Следующая попытка собрать кворум будет уже в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас по уставу Владивостока мэры избирают не голосованием горожан, а утверждают депутаты Думы по итогам конкурса. Кандидатов отбирает конкурсная комиссия, которая состоит из 8 человек. Половина назначается городской думой, половина – губернатором Приморского края. Нового главу города должны определить в течение 55 дней после досрочной отставки Веркиенко, а значит, не позднее 5 декабря. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости на 8.